Всем привет! Сегодня у нас болталка, будет она такая откровенная, откровенная откровение о себе. Немножко хочу вам рассказать про себя, да, чтобы немножко у вас представление какое-то было, особенно кто новенький здесь на канале, какую идею, короче, да, я несу, что я вообще за человек такого, какие у меня там, не знаю, перемены какие-то в себе есть и так далее. Эта тема всплыла не просто так, это буквально вот у меня в комментариях пишут, под старыми видео, под новыми, типа, вы так изменились, вы стали совсем другая и так далее, то ли виден какой-то там прогресс, кто-то пишет про внешность, кто-то пишет про поведение, чувство себя в кадре и так далее. У меня несколько раз было на консультациях моей клиентки, когда мне говорили, ой, я к вам пришла, потому что вы мне нравитесь, притягиваете, я объясняю там чем, человеческим чем-то, да, вот этим личным каким-то отношением, поэтому я этим хочу сегодня объяснить, что это такое, этим личным поделиться. Буквально недавно с клиенткой тоже разговор был про то, что там про внешность, про косметику, про вот, типа, вы к себе притягиваете, как личность, короче, да. Я немножко сейчас про это расскажу, как я к этому пришла и какую, собственно, идею, почему я такая и что меня такой сделало. Возможно, вам будет понятнее. Это понимают, узнают мои клиенты, люди, участвующие в всяких марафонах психологических, которые я раньше делала, сейчас лектории, лекции. И все, что я всегда информацию даю, это мною проверено, это то, что на мне работает или работает на моих клиентов, зависит от информации, да, какой-то. В общем, апробировано, научно-психологически тема работает, то есть я всегда занимаюсь каким-то саморазвитием. Вот я расскажу про косметику, про внешность, почему, для чего я это вообще делаю, что там за человек я такой. Вы могли заметить, что у меня часто, раньше бывали, сейчас уже поменьше, объясню почему, я всегда при макияже, например, да, и у меня были яркие какие-то макияжи, очень часто мне писали, подойдут, трансуха какая-то и так далее. Как я к этому отношусь, почему я это делаю? Потому что мне это нравится. Мне доставляет удовольствие сам процесс нанесения макияжа, мне нравится смотреть в зеркало. Макияж и его оттенки – это всегда мое настроение на данный момент в день, когда я этот макияж делаю. Это не говорит о том, что в моей повседневной жизни я точно так же ярко крашусь. Я могу быть накрашена, могу вообще абсолютно без макияжа, вообще ноль, просто с чистым листом, лицо как лист, да, чистый лист, пойти куда-то на какое-то даже мероприятие, в общественную какую-то социальную жизнь, с мужем выйти в ресторан, вообще окей. Ну, у меня всегда будет, да, там, помытая голова, условно, с укладкой, но там макияж – это вообще не моя визитная карточка в моей повседневной жизни. Макияж – это, знаете, процесс вот ухода за собой. Это не только уходовая косметика, там, маски для волос, всякая эта история. Мне это нравится. На канале выходят видео с моими покупками, там, про макияж и все это рассказываю. Мне это, сам процесс, это некое удовлетворение, доставляет удовольствие сам процесс. Мне нравится это делать, и это часть самовыражения. Это некое творчество, вот макияж для меня это творчество. Сегодня я так себя вижу, завтра по-другому. И так далее, то есть от моего настроения. В последнее время вы могли заметить, что мои макияжи стали менее вызывающими или яркими, а нотки другие в социальной жизни я не буду, каким-то это не будет секретом. После девятнадцатого года, сначала, условно, пандемии до двадцать четвертого пока что, что-то у меня огромной радости в последние пять лет для жизни особо нет. Пандемия, потом война, и вот это вот вся история дальше. Тут, короче, экономия у Турции, экономическая ситуация. Ну, понимаете, столько очень много-много негатива. И нет внутри вот этого запала, энергии, задора именно на яркость какую-то, на экспрессию, именно на творчество. Потому что много вот этих сил подъедает бытовуха, в которой мы живем, новости, которые мы смотрим. Я могу, конечно, от этого отградиться, но мне самой кажется, это будет как-то нечестный самообман. Мне интересно следить, что происходит. Мне интересно видеть вообще вокруг себя, да, замечать, быть в курсе событий. Потому что для меня ощущение, когда я понимаю, что куда и как, я как бы отчасти контролирую ситуацию для себя в своем кругу, в своем поле, да. Если что-то происходит экстра, я тогда не говорю, о, боже, у меня нет вот этого шока, типа, что-то произошло внезапно, у меня-то удар какой-то. Я условно контролирую потихоньку ситуацию, мне так спокойнее живется. На шаг чуть-чуть вперед я живу. Поэтому я все контролирую. Поэтому ярких каких-то макияжей для видео у меня стало меньше. Иногда люди думают, типа, да, это для того, что надо снимать видео, ты же не будешь там страшная, не накрашена, это твоя несвобода, ты не чувствуешь себя комфортно без макияжа, не рискуешь. Короче, вот это вся типа а-ля Бози позитив, да, модный. Нет, немножко не то. Вот раньше я рассказывала, видео отдельное есть, я была невротиком. И я так вот, как вы говорите, например, или кто-то так думает, я раньше рассуждала точно такими же категориями, когда была невротиком. Я жила, существовала и что-то делала для того, чтобы, не потому что я хочу и мое желание, а потому что надо. Например, макияж раньше это было обезаловкой, потому что надо хорошо выглядеть, потому что на тебя обращают парни, мужчины внимания, привлечения внимания, чтобы там выйти условно замуж, не вступить в отношения и тому подобное. Надо выглядеть? Надо. Есть определенный уровень. Вот это вот несвобода какой-то внутренний. Я это делала, как все, потому что надо. Потому что идешь на работу, пойдешь не накрашен. Я вообще наплевала, честно говоря, если бы я работала в офисе, обходила с вами не накрашен, по настроению. Я научилась с того момента жить по своему желанию, а не так, как надо. Вот в чем разница. И тогда я это раньше делала, потому что надо, а не потому что я так хочу. Я забивала на свои желания, жила не по ним. Когда я перестала быть невротиком, начала вот этот путь к себе и становиться счастливым человеком. А кто он такой? Вот счастливый человек, кто живет здесь и сейчас, сегодня, наслаждается жизнью и живет по своему желанию, в окружении то, что он хочет. И он не делает то, что надо, или то, что ему не хочется. Его, например, заставляют люди или обстоятельства делать против его желания. Вот когда ты живешь по своему желанию, ты тогда счастлив. И в тебе вот это есть энергия, не знаю, лучик какой-то, к тебе тянутся люди, ты себя так ощущаешь. Поэтому даже косметика и макияж сейчас, раньше я это делала, например, 15 лет назад, потому что надо, а не потому что я хочу. А сейчас я это делаю, потому что мне хочется. Это творчество, самовыражение, мне это приятно, мне нравится смотреть в зеркало, наносить там что-то, краски мешать и так далее. Сам процесс ухаживания за собой, он доставляет удовольствие. То есть я это делала, потому что мне это приятно делать. А не потому что мне это не нравится, я такая так-так-так-так, потому что надо, и там нельзя в кадре такой показаться, и все окей. Я замаскировать что-то, какие-то изъянные. Да нет, я себя не маскирую или переделываю, перекраиваю, а я себя еще улучшаю и получаю процесса этого удовольствия. Я кайфую в этот момент. Мне нравится, например, еще лучше, больше, как я выгляжу, например, в кадре, там на картинке и так далее. Вот ответ очень прост. Не потому что надо, потому что мне это действительно доставляет удовольствие, ты от этого кайфуешь. И когда я начала жить, делать то, что я хочу по своим желаниям, скажете, ну вот так же, мне очень нравится, кстати, всегда сопротивление, самое первое. Так невозможно, так нельзя. Нельзя, но нереально в обществе нашем жить только по своим желаниям. Прикиньте, можно. Мои клиенты очень многие так научились жить, живут. Ничего вокруг не поменялось, а поменялись они изнутри, их отношение к происходящему. Когда ты живешь по своему желанию, ты по-другому смотришь на людей вокруг, обстоятельства различные, факты какие-то. И вот эта жизнь вокруг начинает подстраиваться под твои желания. Главное на них просто не забивать их, слышать, позволять себе проживать желания, проживать эмоции. И у тебя начинает так все складываться в строчку. Вот я, когда была невротиком раньше, противно вошла, сопротивление в таком. И тоже думала, да это нереально, это только в книжках, вот это вся любви настоящей нет. Или любовь живет три года, вот эта катастрофа вообще. Фаталити, короче, когда у тебя по жизни, ты ни в чем не веришь, потому что ты живешь не по своим желаниям, первичность сразу говорю. Вот я тогда с вот этим сопротивлением внутри очень тяжело жить. И ты постоянно живешь и борешься. У тебя нет сил. Вот ты идешь на работу, борешься. Работа нелюбимая, коллектив не нравится, зарплата не нравится, в автобусе пихаются, в машине пробки, продукты дорогие, а это то-то-то-то. А тут парень такой-то, он мне не нравится. Вообще бы я с ним рассталась. Но он такой нахлебник, живет рядом со мной. Ну, короче, вот это все. Я так же раньше, в принципе, жила, думала и так далее. Сопротивление большое. Когда ты позволяешь жить себе по желанию, ты выбираешь ту работу, которую ты хочешь, общаешься с теми людьми, которые тебе приятны. Ты, если хочешь большую зарплату, ты хорошо работаешь, меняешься профессию, обучаешься или работу. Короче, ты идешь, это у тебя цель какая-то там, да, есть только зарабатывать, например. И это не обязательно лишать себя какого-то удовольствия. Можно в удовольствие все это делать. Отношения ты их заканчиваешься, если он тебе не нравится. То есть просто появляется... Знаете, когда ты живешь по своим желаниям, вот что, я думаю, люди с меня считывают, энергия. Энергия, ощущения, и у тебя появляются силы. Вот реально. Когда ты живешь в сопротивлении, как надо, а не по своим желаниям, ты тратишь свои силы и энергию на вот это сопротивление. Когда ты весь такой букистый, плохой комментарий, пишут такие вот люди, как правило, негативные в интернете, не мне вообще, а в соцсетях я имею в виду, да, негативные такие, эээ, все плохо. А люди, которые себя любят, принимают себя, живут по своим желаниям, можно сказать, счастливые люди. Если ты спросишь такого, что ты счастлив, он тебе ответит без вопросов, да, я счастлив, я доволен своей жизнью. У них энергия другая, и энергии больше. У них больше возможностей и сил, и они к себе притягивают людей вокруг. Они как, знаете, лучик такой света, тепла какого-то, которому хочется прикоснуться, или от которого хочется взять. Это мне-то в комментариях часто под видео пишут. Такое я вот это отслеживаю. То есть человек по-другому себя сам ощущает. И знаете, в чем прикол? Тебе не жалко поделиться вот этой своей энергией, светом, силой своей. Потому что у тебя так много, она у тебя изнутри прет, и когда тебя отщипывают или себе берут, ты как бы делишься, знаете, творишь добро, делишься, отдаешь, но без ощущения, верните мне что-то на место, как бы обмен какой-то должен был, или жалостью, что тебе жалко от себя отдавать. Нет, вообще не жалко. У меня так много, я с вами со всеми поделюсь, берите, пожалуйста, не жалко. И в такие моменты хочется еще больше делиться каким-то светом, тем, кому очень сильно плохо. Когда пишут едкие-гадкие комментарии под видео, я тогда человеку пишу, я могу съязвить, кстати, как-то тоже хамски, например, ответить, но это у меня больше с таком, знаете, ощущением ударить по носу человека. Ты как бы нарушил границу, например, личную, как пример просто, да? Ты должен знать, что так неприемлемо себя вести. Но у меня нет такого вложения там с желчью, с ядом каким-то. Ты так, знаете, людей сразу видно, кто с ядом, с каким-то внутренним вот этим, вот выплеснуть, у нас столько желчи прибыл, надо плескануть, избавиться от него и обвинять всех вокруг, что они такие же, как и он. И когда таким людям, например, ты желаешь, я желаю, чтобы у вас все было хорошо, я желаю, чтобы вы были счастливы, эти люди даже не слышат этого и не хотят быть счастливыми. Они думают, что ты их подкалываешь, например, или шутишь, или что, не воспринимают это серьезно, например, или не верят в это. Вот кто спросит, можно ли быть по-настоящему? Счастливые люди существуют? Да. Счастливый человек это тот, которого ты просто спрашиваешь, вот, проведите эксперимент. Каких-то своих знакомых, друзей, родственников, близких там, родителей, мужа, там, жену, неважно. Спросите в лоб. А ты счастлив сейчас? Если человек без промедления уже отвечает «Да», это счастливый человек. Ему не надо думать. Он так чувствует. У него есть вот этот внутри свет, энергия. Он легко отдает, поделится. Если человек такой, «Надо подумать, как сейчас обо мне подумать, что надо ответить? Да или нет? А что он ждет ответа? Как я вообще себя чувствую?» Вот, когда идет замедление, человеку трудно отдать слово, отдать информацию. Он хочет забирать. У него внутри идет размышление и борьба, как правильно поступить или как правильно сделать в этой ситуации. Отдавать этот свет, ответ или нет? Говорит о том, что он уже несчастлив, ему тяжело, он не может поделиться, он не может отдать, он не может сказать легко, не может вот это отпустить от себя, выпустить эту информацию. Он уже вот «Мне надо, мне надо, мне недостаточно света, мне недостаточно тепла, мне неоткуда это взять». Это уже сомнения. И это уже вот такой, ну назовем, не скажу, несчастный человек. Нет. Но не 100%, который вот такой легкий отдает. Вот. Я сразу скажу, я к этому пришла совсем не сразу. Я к этому пришла с возрастом, не с опытом своим возрастом, как циферка, не про это. А я, мне нужно было время для того, чтобы почитать умные книжки об этом, променить на себе, опробовать, почувствовать, что это работает. Я сейчас наслаждаюсь результатом. Я к тому, что если вы, смотря это видео, подумали, что я так же хочу. Или, ой, я не такой, я вот этот злой, скрюченный там, которому тяжело отдавать, он хочет только забирать пока что. Я в вас верю, у вас получится, вы можете быть другим. Я хочу, чтобы вы понимали, что все возможно, вы можете стать счастливым, неважно, в какой вы жизненной ситуации находитесь, насколько все вокруг плохо. Нет. Все может быть по-другому, честно скажу. Вот если я себя смотрю эмоционально, какая я сейчас, какая я была, например, 15 лет, 16 назад, внутри, по своим ощущениям, не взгляды какие-то, а вот по энергетике всему, это два абсолютно разных человека. Абсолютно. Я даже вот, когда мне спрашивают, на какой возрасте себя, типа, там, ощущаешь, например, да, внутри, я такая думаю, в душе такая, ну, там, типа, 20-21 год мне. Но при этом, если я вспоминаю себя в этом возрасте, дальше рассуждения, да, идут, какая я была тогда, я понимаю, ой, это не я. Я себя сейчас ощущаю на такой возраст, как цифру. Но вот, вспоминая себя в этом возрасте, это точно не променит, как будто другой, какой-то чужой, человек несчастный, мне такого человека хочется где-то пожалеть. Жертва, я думаю, что, да, вот невротиком, когда я была такая жертва, которая не хочет за что-то брать ответственность и так далее. Несмотря на все, что я делала, очень много хороших, правильных поступков, но все равно не было вот этого ощущения, там, стабильности, счастья, вот этого света внутри, какое-то вот все забирать хотелось, не отдавать, вообще не делиться. Поэтому я всем желаю найти рядом людей, которые могут отдавать, учиться у них чему-то, наполняться этим светом. Я не знаю просто, как это энергия, свет, как хотите назовите, да, вот этим, это по ощущениям просто, да, по чувствам. Если вы находитесь у такого человека рядом или в доступе, да, вам хочется у этого человека чему-то набираться, примкните к нему, контактируйтесь с ним, набирайтесь вот этой философии мудрости, всего что угодно, у вас тоже есть шанс в себе это все культивировать, применить на практике, стать наконец-то счастливым человеком, зажить ту жизнь, которую вы хотите, которая для вас была. Вот это про ощущения. Поэтому я всегда все, что несу вовне, в социум, в мир, скажем так, во вселенную, от себя, что отдаю, вот я несу вот на данный момент вот такую философию, такие взгляды, рассуждения и так далее. Что вы думаете вообще про этому поводу? Ощущаете вы людей вот такими энергетически, назовем тогда, забирающими, отдающими, у кого есть внутри свет, нет вообще категориями, такими размышляете или нет? Какие вам люди больше нравятся? Может быть вам нравятся негативные, язвительные, потому что вы в них видите что-то свое, и это нормально абсолютно. И хотите ли вы стать счастливым человеком, вот с таким внутренним светом, когда вы можете, как знаете, лампочка раздавать всем, и при этом не чувствовать, что у вас что-то забирают, а хочется делиться, делиться, делиться. Мне очень будет интересно почитать вот эти ваши, назовем так, отчасти на видео философское, ваши философские рассуждения на эту тему. В общем, спасибо большое за внимание, что уделяете внимания каналу, подписывайтесь, оставляйте комментарии, в инфобоксе ссылка на мою почту, кому нужна индивидуальная консультация, психологическая тема, письма, консультация, кто хочет представить свою историю для разбора на канале, ответа, тема письма, история от Анонима, и телеграм-канал, подписывайтесь, там внизу ссылка есть. Самые свежие новости из Турции, скоро увидимся, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok,